Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами Жан-Антуан Вато Жиль или Пьеро. Пьеро характерный персонаж комедии Дель Арте и не единственный на этом полотне. Ряда с ним автор поместил и других персонажей комедии Масок. Первый слева Кассандра, отец верхов на осле. Осла держат под усы мужчины в красном, изображенной в правой части композиции. В правом виде герой любовника Леандра в шляпе в виде петушиного грима, юную Изабеллу и модника, который в разных вариантах комедии Масок выступает как хозяин несчастного жилья. В позе Жилье неестественно, а он словно скован в неудобной одежде. На нем нечто вроде белого комбинезона с короткими штанами. Рукава блузы собраны складками. Руки жиля утянуты вдоль тела, что подчеркивает статичность персонажа и делает его похожим скорее на марионетку, чем на человека. Туфли с красными бантами. Полотно раскрывает внутреннюю драму героя. Он одинок среди друзей, чужой среди своих постоянных спутников. Нет спектакля и нет необходимости играть. Безвольно опустил руки, смотрит на зрителя. Он смешоный, одновременно жалок своем белом одеянии с красными бантами на туфлях. В ее взгляде звучит безмолвная просьба, то ли о помощи, то ли о любви. Я цитирую текст, который я нашел в интернете. Ну вот, наверное, и все о работе Антуана Вато Жиль. Антуан Вато – живописец, рисовальщик, основоположник Рококо. Все, пока-пока, до свидания.